А что это у нас тут впереди? Яма с грязью! Стоп, стоп, ходами не... Когда пьяного друга перед дракой держат, а резят горку, другой назад тянет. Трава... За... Это же можно говорить слокисло, да? Всех своих операторов зафигачил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, полез, полез! Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс, вы на канале Не тормози, что как ваши дела? Напишите снизу в комментариях сразу. А у меня отличные новости для вас. Сегодня будет крайне полезный выпуск. Полезный он по двум причинам. Первое. Мы довольно конкретно испытаем 300-й крузак. Также мы испытаем ряд различных Toyota Land Cruiser Prado. И самое главное, самое важное, то, что так часто вызывают вопросы. Старая школа или новая школа? Простота и легкость, либо технологичность и мощность, что правит на бездорожье. Сегодня мы будем это выяснять. Кстати, оперативнее этого ролика все можно было посмотреть в Инстаграм. Ссылка снизу, если еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Там прям день в день выходит вся актуальная информация. Также анонсы выездов. Подписывайтесь. Итак, ну что, друзья, предлагаю начать. Минимальный разгон, просто минимальнейший. Вообще без разгона, можно сказать. И я пойду просто. Вот, блин, как есть, короче. Выключил антибокс. Заблокирую межосевой дифф. И прям, прям, прям просто газ впал. И посмотрим, хватит ли 415 кобыл 300-му. Вообще, прям, вылетел, прям, просто легко, как странно. Олегчил всем еще, подсыпал. Я так легко буду заезжать, я прям, вообще, прям, буду. 25-5 хорошая, никогда надо будет. В двух словах, в двух словах, тюняшки есть? Нет, все стоковые колеса. Все стоковые. Твое мнение, Prada или 300-ка, кто проходили? Проходение, смотря где. Смотря где. Короче, 50 на 50. Класс. У тебя дизель, соответственно, все сток, да? Да, колеса стоковые потери. Все, шикардос. Это на АТ. Вы поняли? Это на АТ. Слушай, не так легко, оказывается. 300-ка пока рулит. На шоссейке, заметьте, 300-ка. А это АТ. Понажимались там кнопочки разные всякие. В каком режиме идешь? Я, честно, по Нижайке перешел и межосевую включил. Все, пробуй. Так, еще одна попытка от конусов. Если она не удастся, на понижайке, конечно, шансов немного. Но и следующая будет уже свободного разгона. Уже может быть разогнаться. На понижайке, если честно, ну, здесь нужно максимальное вращение колес. Нет. Все, свободного разгона. На самом деле первым сейчас вот 300-ки было сложнее всего, потому что только-только вот склись такая была свеженькая, жиденькая. Ну, хотя сейчас дождик идет, будет подливать всем участникам новенького. Ух ты, слабо, слабо, слабо. Пока слабо. Пока не верю. Там загоналки еще. Но зазарабался. Привет. О, канал у тебя, да, свой есть какой-то? Да. Как называется? Матвей Жуков. На чем гоняешь там? На празднике, наверное? Мы все подряд. И гонки, и автозвук. Слушай, а Санек на Рапторе к себе же догоняет? Да. Вот, супер. Короче, гонки, тачки, там, уфроуд, разная всякая, да, есть? Супер. Ссылка будет снизу в описании под роликом, конечно же. Что, заедешь, как думаешь? Я все включил. Все включил. У тебя стоковый дизельный, да? Да. По 77. Класс. А ты как думаешь, 300-ка или Prada? Кто проходимый? Наверное, 300-ка. Но там мотор как минимум мощнее. Мотор, да, там, сказочный. Сейчас посмотрим на шоссеечке. Давай, лупи прям на все бабки. Немного. Блин, как же 300-ка так зашла? Охренеть. Что, правда? Ох ты, поехал, поехал. Еще попытка. Опа, сразу ходами. Ходами. Ну ладно, пусть ходами. На самом деле, нелегко, нелегко по такой склизе заезжать. Блин, что 300-ый получается творить чудеса? Не заходит, не заходит. Выключил понижальку, может быть. На прямой, да, должно по идее получше. Не, 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 не. Не заходит. Вот так вот. Опа, все, давай в сторонку пока. Так, размешаем гвардию новых тачек. Одной классической. Посмотрим, каковы будут шансы для понимания сложности. Может сейчас и Равчик не заедет. А кажется, что вау, как сложно. А может Равчик сейчас с отрывом колес вылетит. Какая конфигурация? Мотор, коробка? 129, 2 литра, механика. Блокировка не рассевая и заднюю блоку от Lexus поставил. Ух ты! Ничего себе! То есть как Lexus едет? Не знаю. Такие горки еще не пробовал. Пробуем. Рав самый проходимый из всех паркетников, паркетник, царь паркетников. Посмотрим запрет ли вверх. Можно пробовать. Да ладно. Это как так? Давай вот отсюда небольшим ходом дадим. Нет. Нифига себе. Давай больше ходом. На Рафе хорошая геометрическая проходимость. Поэтому должен по идее заезжать. Слышно там травят колеса на заднем плане. Ну как-то скромненько. Мне кажется надо прям навалить. Почти. Пока кого-нибудь еще пропустить. Три попытки было. Но близок-близок к верху был уже. Тюняшки есть какие-нибудь? Никаких. Дизельный стандартный прадик. Блокировка задняя есть? Нет. Нет. И ясненько все. Надо пробовать. Сейчас узнаем. Наша задача сегодня глобально понять годится ли трехсотка для поездок на дачу, на рыбалку. Довольно продуктивно раскопал дорогу. Раф на АТ снял всю склизенькую. А, дождик кончился. Точно. Я думаю, что скользить меньше стал. Дождик кончился. Паш, доставай ведра. Поливать будем дорогу. Блокировки не поставили? Нет. Двушка автомат и опыт. Класс. Красная куртка спасает. Все. Давай в бой. Все. Его не вставляем. Он уничтожает достоинства всех предыдущих. Он слишком легко это делает. Сурф легендарный с V6. Не сурф, а что это? 4Runner. А чем он от сурфа отличается? Левые руки, правые руки. Вот оно как. 4Runner. Я чувствую, что меня накидали уже в комменты, когда я анонс говорил там типа в сурф. Класс. Какой мотор? 3.6. 3.0. 3.0. В6. Блокировки там что-то есть? Межсивая и самоблок задний. Самоблок задний. Едет вообще хорошо? Сейчас посмотрим. Крепкая машина. Не обманывает. Только взял. Будем все не испытывать. Давай еще чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Отсюда все. Давай можно. Ух ты. Какие-то звуки он там издает. Обвес такой. Полез. Полез. Заряженный на победу Prado. На грязевой резине. На грязевой резине. Так. Грязевая резина. Еще какой-то тюнинг есть? Блокировки тут. Блокировки. Все в круг, да? Центр-зад. Центр-зад. Супер. Но слишком медленно, на мой взгляд. Взял, заехал. Взял, заехал. Теперь Touareg. Так. Volkswagen Touareg. Сюняхи есть? Признавайся. Сюняхи. Да, семечки. По блокировкам смотрю. А сзади нет блокировки? Точка есть, блокировки нет. Класс. Супер. Все. Стандартный Touareg. На летней резине. Но на опыте пилот. Диски от Porsche. Все нормально. Можно пробовать. Тормоза Brembo. Диски Porsche. Тормозит хорошо, я так подозреваю. Но для упроуда нужны диски от УАЗа и резина от Луаза. Ты сегодня будешь от реванша 300 брать после той лужи. Чироки. 4 литра. Грязевка. Класс. Все. Давай. Прям фору решил взять. Но, кстати, она не так простая эта горка. Заехал. Простая оказалась для него. Так. И его величество. Нива. Легкая. Проворная. Стандартная. Класс. Все. Нива. Стоковая. Но резинка. Резинка поинтереснее. Но Ниву даже можно не переживать. Попыточки дадим тем, кто не заехал до этого. Посмотрим. Уже и подсняли немного грунтец. В Тойотах тех времен уже сзади стекла вон есть. А на УАЗе даже ручки изнутри нет. Вот это кайф. Нифига себе. Лухари. Можно прям тонировать, когда не видно открыл ездить. Давай отсюда прям ходом. Покажи этой горке кто здесь главный. Кайф. Таких Тойот, что можно на них прям ходами. Не бояться ничего. Ой свалился как. Зашел. Красавец. Все. Прада пошел. Во. Давай сразу. Подлежай. Подлежай. Стоп, стоп. Ходами не. Ты что? Так просто. Давай от конусов. Ходами разогнался. Это не битва тазов. Тут сложно. Во. Давай вот так. АТ. Джип. Что делаем? Газ в пол и в горку. Не заедет. Правда не заехал. Напомни сколько мощность у тебя? 286. А это вот здесь написано, чтобы не спрашивали лишний раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Класс. Ой, что-то там хрустнуло. Два слова. Какой мотор? 4.5 дизель. 4.5 дизель. Блокировки что-то? Дополнительные тюняшки? Нет, понижайка и межрессивая. Все штуки абсолютно. Дымится земля под двухсоткой. У меня проблема. Я сначала трехсотку называл двухсоткой. А теперь все двухсотки называют трехсоткой. Они у меня одновременно в мозгу не уменьшаются. Должна быть какая-то одна главная большая Тойота. Либо двухсотка, либо трехсотка. Что в том? О! 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 Заехал. Класс. Тренировательный заезд. Но он, я не знаю куда-то делает, короче. Нивы это вообще. Нивы. Нивы. О! 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 Следующий подъем песочный. Рыхлый песок. О! 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 Особенно я лети лети . Сюда наверх. Попробуй заехать. Я думаю получится. Чуть-чуть раскапывают тактику из всех стран, в стороны. Такой болты из стороны это на самом деле происходит. Он может сыграть две шутки в итоге, но заходит нормально. Итак, бог как раскидывает уже, раскидывает в стороны тачки. Опа! Кстати лайфхак, как грязный трос хранить в багажнике. Синий тазик. Приобретайте во всех магазинах страны и после того как вы вынули трос в нем можно замочить вашу грязную одежду после выезда. Любителям точных цифр, для троса динамки 9 тонн идеально подходит. Тазик на 28 литров. Молодец. Старая гвардия. Все нормально? Да, огонь. Фураннеры. Или сур. Фураннеры от сурфа. Никакого. Пошел. Народ скатил. Вот песок. Давай на механике. Что-то медленно пошел. Двухсотка. До конусов. Ох как раскидывает. Кстати в этом косяк автомата. На механике когда чуть отпускаешь, она чуть слабее ехать начинает. А на автомате когда чуть отпускаешь, она вообще перестает ехать. Вы ничего не подумайте. Я просто газ отпустил. Мы поняли. Еще попытка. Сейчас газ отпускать не будет. Ага. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, там переключается. Я могу, конечно, вообще сейчас газ полный. Но, блин, это тоже совсем не будет. Сейчас ты поедешь. Вот эти две ямы просто туда. И она тормозит просто. А я не поеду, скажи. А я не поеду, скажи. Я не хочу разбортироваться. Не то, что боюсь. Но, блин, просто упереться сейчас в яму. И разбортироваться там наверху. Слушай, зачем мы его взяли? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Нет. Блан провальник. Хотя, нет, смотри, смотри, смотри! Да, да, да! Вот эту яму, на которую жаловался, он объехал. Так что, и все. Да, накопал. Угрызезевочка эта. Побольше газу надо, наверное. Чего-то слишком накатом пошел. Нет, так не зайти. Ходов побольше. Пойду-ка на трехсот. Еще. Джип. Отловить нечего. Все, зашел. И блоков нету, и имитаций нету, вообще ничего нету, ты что тоже закатишься? Пробуем потихоньку. Дедушка Чурок. Не, ходов не хватило. И у нас рейтровер не доехал, выплюнул антиприз. Рейтровер ему положен сломаться. В конец там все убивает 4Runner. Не знаю, смогу ли я после него на трехсотом зайти. Но я должен попытаться. Чую, Саня сейчас штаны там наложил. С подъема прям пробует. А у нее система экстренное торможение. Мне кажется, она как раз АБС отключает, и она уже без АБС останавливается. На ней же врезаться нельзя, как заявляет производитель. Если бы сейчас врезались, было бы фиаскою системой. Так, ну что, самый сложный вид горок подъемов, который только бывает в природе, уж поверьте мне. Трава с гомном, скажем по-русски, перемешанная. Разгоны не кокущего, снизу лужа, льет дождик. Я все в том же режиме, мне пофиг, я водитель Land Cruiser. Он называется, это первая передача. Я ее даже не буду здесь фиксировать. Сделаю, чтобы он вдруг что-то выкрутит пободрее. Антипробукс выключен, никаких блокировок межосевая. Только межколесные здесь, кстати, есть, перед-зад. Я их не трогаю. Чисто вот так вот едем, как есть. Ну вот так, 4Runner, все, можно пробовать. Все, начинаются интересности. Так, сильную фору здесь брать нельзя, потому что там лужа, колеса промокнут и будут еще больше буксовать. Идет дождь, а это значит, что перед каждым участником будет обнуляться. Сложность. Включен режим санки, спуска задним ходом. Есть спуск с горы, помощь при спуске с горы. Есть режим санки, когда машина просто скользит всеми колесами. Тем самым довольно плавно спускается. Так, все, RAV, все стоит, можно на исходной, все четенько, честно. Не выходит, не выходит. Давай, Ровчанский, давай. В разрез пошел, давай. Во, во, все, взял без разгона на М, а, Гудрич это, АТ-шка. Люблю дождь во время таких мероприятий. Не дается. Вот, на мой взгляд, Fortuner, кстати, немного поинтереснее ездит за счет меньшего веса. Вот, зарубился. Но это был лайф. Это лайф. Эх, заряд у бонуса. Удар-то вбок. Вот там уже третья. Режим санки опасный здесь у этого Prado. Слушай, надо Prado менять на Chaser и дрифтить на нем. Будет все клево. Попробовать по травке просто. Тачка дизельная. Так, также режим санки есть, все нормально. Если в целом уметь дирижировать там всеми кнопочками. Так, дым из-под колес уже идет. Значит машина старается на пределе своих возможностей. Но крутость подъема не дает никак. Не дается, не дается подъем. С каждым разом все дальше уезжает от горки на тормозах. Двухсотка. Не, пошел. Прям там такой дрифт. Такой дрифт. Прям эффектно. Базара нет. Так. Так. На МТхе. Тойота. Сейчас посмотрим на что способна Тойота с тюнингом от Максис. Компании 4x4 спорт. Ну не знаю точно ли именно эти колеса там приобретались. Но там они точно есть. Все. Итак МТ резина. Ничего не утверждаю. Сейчас посмотрим. Продуктивно, но недостаточно. Выглядит как МТхе. Давай, пробуй. Ничего себе, он еще ГАЗ тормоз нажал на старте. А зачем он это сделал? Как тут? Нету такого ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Давай прямую в авторежим и пошел. А он что на драйне не уходит? На зимней резине. Колеса особо не травил. У меня там полторашка в колесах как бы вообще вылетает. У вас секрет распиркнуть, а шипов у нас. Шипы цепляются за траву. Шипы путаются в траве. Слушай, вторая в отсечке прямая. Не успела. Первая, вторую врубил на середингорке. Вот вылетел уже. Третью даже не пытался врубить. Чисто 400 лошадей сделал. Чирок легко. Грязевка. Из кого-то боевой шип выпал. Кто-то мухлюет. Кто-то мухлюет из кого-то вырвало шип. Кто на таких шипах ездит, признавайтесь. Окравчик. Зашел. Итак, Нива с начинающим пилотом за рулем. Там смена пилота тренируется. Жать посильнее. Послабее наклеек. Много должны, кстати, помогать наклейке. Ссылка есть по роликам на наклейке канала. Не тормози, конечно же. Это плюс серьезный. Проходимся. Так, ходами. Прада. Ходами. Окно я закрыл бы, конечно. Режим самки есть. Все нормально. Все работает. Сейчас будет токийский дрифт. Токийский дрифт. Нормально-нормально. Так бывает. Тут уже прокат проточено. Страшно, кстати, вот наверху. Отсюда кажется вроде ничего такого, а внутри это страшно выглядит. Нет, вообще никак не дается. Слушай, у нас третсотка лупит, да? Вообще в шоке. Трехсотка. Вообще просто. Колеса даже. Вот кто мне там сейчас скажет. Читер колеса сдул. Фиг там. Вон они накачаны. По 1,2. По 1,2. Нет, там зрители сейчас скажут. Стул до нулей. Тут на самом деле, кстати, сильно сдувать опасно. 2,5 тонны машины весят. Летаки. Резина мягкая. Зимняя. Она разбортируется. Вообще супер. Поэтому немножко подстроил для мяса. Больше не надо сидеть. Пакет от 4 на 4. Спорт, кстати. Спасает везде. О! Мы-то не сняли. Давай еще раз. А мы не сняли. И он таки заехал. А что это у нас тут впереди? Яма с грязью. Сейчас будет тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она мне такая пишет тормозить. И затормозила сама короче. Вот эта система, которая не дает никуда врезаться. И все и остановилась короче. Это Toyota. Но потом я жал газ. Она все-таки поняла, что надо ехать и поехала. Итак, джип. На Акате. Тут джип геометрически проходит. Но сегодня битва не джипов. Бампера дорогие. Сзади бампер крепкий. У Рафа также с веса очень лояльный. Потихоньку, чтобы бампер не оторвать. Аккуратно. Прошел. У него резина самая веселая. Самая веселая резина из всех, которые сегодня есть. Фу, слава богу, хоть один застрял. А то все когда проезжают, хоть не вставляй в ролик. А тут вот. Как так далеко летит-то, а? Залепил мне. Камеру мне залепил. Это блин. Задача. У тебя самая веселая резина. У меня, видишь, это немного камера залепила. Пойду чистить. Это самая веселая резина у тебя, короче. Самая куражная. Для сегодняшнего соревнования подходит идеально. Ну что, пришло время самого, наверное, сложного на сегодня. Гряземесиво. Гряземесиво обыкновенная называется. Итак, ну что, Land Cruiser проскочил. Траектория рабочая. Пока. Да, кто газ не отпустит, тот будет видать успех. Для машин на штатной резине и городских машин это довольно серьезное испытание. Посмотрим, какую траекторию выберет Prada. Все, по ходу готов. По ходу готов. Ну все. А то мне далековато. Не, Prada, не рой, не рой. Сейчас тебя подтянем. Сплять спереди. А, во, крюк сразу. На Prada эта тема неудобная. У них там надо разбирать полмороды, чтобы достать. Я для этого и снял. Но у них же есть спереди такие. Я долго сейчас скажешь. Я для этого и купил 200 куда, чтобы не лазить. У него идут такие внизу от грязи. Я их снял. И тогда доступ вообще легко. Детский шагов. 8 метров мы опасны. Все. Исчачи извлечен. Прям вот на грани. Красота. Итак, 200. Ну почти, ну как так. Давай зарубись. Назад вперед. Газа больше назад. А где же тра-то-то-то-то. Вот. Вот. У меня нет ни одной перчаток, ни одних нет с собой, зашел на заправочку, решил взять такие вот, на всякий случай. Все нормально. Ох, прям. Осколочным. Всех своих операторов зафигачил. Эракли, с тебя химчистка. Тут как с монтажной пеной, если вляпался, главное не размазывать. Самое прикольное, что это с друзьями, потому что всю х**, которую ты вытворяешь, это же весело и как бы ржаешь, но потом не так обидно, чтобы пришел грязный, такой, блин. А, тебе, кстати, тоже досталось. А мне, ты что, мне все, а пойду, кстати, че-то мы делаем. О, братик, красавчик. Раз, ты проскочил. Давай. Вот она, стезя этих тачек. Легенький, не знаю, от траектории зависит. Сейчас посмотрим, что выберет. А там второй оператор тоже получил. Четок за это. Забрызгало немного. Забрызгало. Так, этот братик будет ехать аккуратно. У него МТХ. Не, ну, МТХ. На МТХ, конечно, кайф. Прошел. Пробили уже такое направление. Довольно очевидно. Одинаковые фары, если кому надо. Для справки. Вообще, мальчик. Все, класс. Все, красавцы. Все, молодцы. Все, едем качаться. Начинаем. Начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, выезд подошел к концу. Во все возможных дисциплинах сегодня сравнили машины. Какие едут все-таки лучше? Пишите под роликом. Однозначного ответа точно сегодня не получилось. Новые или старые? По вашим комментариям исключительно мы определим, кто же оказался круче. Ну и, конечно же, пишите, как вам трехсотка. Может, мне там приступить к накоплению лет через пять, я дойду до этой цели и куплю такую тачку себе. Короче, пишите все, что сегодня вам показалось, все, что вы сегодня поняли, все под ролик, в комментарии, ничего, никогда не держите в себе. Ссылки на всех парней, которые сегодня принимали участие, каналы этих ребят я оставлю, конечно же, снизу. Заходите, подписывайтесь. Вот такая отличная получилась покатуха. С вас лайк, если вам нравятся такие гряземесы, горочки с участием городских тачек, чтобы мы поняли, что вам это интересно. С вами был Алекс, канал «Не тормози», добра-бобра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добра-бобра, всем пока!